Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Артура Конан Дойла «Пёстрая лента», смотрите это видео. Это детективная история о том, как Шерлок Холмс помог одной девушке. Написал рассказ Конан Дойл в конце XIX века. Дальше от лица верного помощника-детектива доктора Ватсона. Итак. Я просматривал записи о делах Шерлока Холмса. Они все были интересными. Ни одного заурядного, потому что Шерлок не гнался за деньгами и не брался за дела, которые ему самому были неинтересны. Расскажу о деле семьи Ройлотов. Мы с Холмсом тогда жили вместе на Бейкер-стрит. Я проснулся и увидел, что Шерлок стоит у моей кровати. «Простите, мой друг, что я вас разбудил. Дело очень важное», – объяснил Холмс. «Приехала какая-то девушка. Она ждёт в приёмной. Если девушка в столь ранний час посещает детектива, значит дело действительно важное. Вы ведь хотите всё услышать сами?» «Да, конечно», – согласился я. Мне очень нравилось быть в те моменты, когда Шерлок узнавал о новом деле и начинал делать первые выводы. Это было увлекательно. «Меня к вам привёл страх», – начала девушка. У неё был испуганный, усталый и измученный вид. «У меня нет никого, кому бы я могла обратиться. Мне очень нужна ваша помощь, мистер Холмс. Пока я заплатить не могу, но после замужества я смогу распоряжаться деньгами и тогда рассчитаюсь с вами». Я уже говорил, что для Холмса деньги не были так принципиальны. Он предложил девушке рассказать о своей проблеме. «Да в том-то и дело, что у меня нет никаких доказательств. И все считают мои страхи бреднями нервной женщины. Меня зовут Эллен Стоунер. Я живу в доме отчима Ройлота. Когда-то его семейство было одним из самых богатых в Англии. Но в прошлом веке четыре поколения промотали всё состояние. Мой отчим в молодости понял, что нужно ситуацию менять. Он окончил университет и стал врачом. Затем уехал в Индию. Там много практиковал и вернулся в Англию. В Индии Ройлот женился на моей матери, молодой вдове. У меня была сестра-близнец Джулия. Когда мать вышла за Ройлота, нам было по два года. У матери было большое состояние. По её завещанию оно переходило к мужу. Но после нашего замужества часть состояния должна была перейти мне и Джулии. Мать погибла 8 лет назад в железнодорожной катастрофе. Её денег нам троим хватало. Однако отчим зачем-то начал ссориться со всеми соседами. Он только цыганам разрешает останавливаться на нашей земле. А дома у нас живут гепард и павиан. Отчим очень странный. Слуги не хотели у нас работать, поэтому мы с сестрой обходились сами. Джулия умерла два года назад. Ей было всего 30 лет. Мы с сестрой редко встречались с людьми, потому что нас сторонились. Два года назад на Рождество Джулия гостила у нашей тётки и там познакомилась с мужчиной. Он сделал ей предложение. Отчим не возражал, но за две недели до свадьбы сестра умерла. Закрыв глаза, Шерлок Холмс внимательно слушал. «Продолжайте», – попросил он девушку. «В нашем доме три спальни. Все они на первом этаже и выходят в общий коридор. В ту роковую ночь перед сном Джулия пришла ко мне в спальню. Мы говорили о её замужестве. Перед уходом она спросила, слышала ли я по ночам какой-то свист. Я ответила, что нет. Тогда Джулия рассказала, что около трёх ночи она слышит тихий свист, но не могла понять откуда – из комнаты отчима или служайки. Сестра ушла в свою комнату. Этой ночью я не спала из-за плохого предчувствия. Вдруг я услышала дикий вопль сестры. Я побежала к ней. Бледная сестра в ночной рубашке вышла из комнаты, а затем упала на пол. Она корчилась от боли, руки и ноги сводила судорогой. Она только успела мне сказать – лента, пёстрая лента. Вскоре появился отчим. Он влил ей в рот коньяку и послал за врачом. Но ничего не помогло. Она умерла. – Что, следователь? – спросил Холмс. Он не смог установить причину смерти. В комнате она была одна, следов насилия не было. – Что насчёт яда? Врачи следов яда не обнаружили. – Ну а вы что сами думаете об этом? Может, она умерла от ужаса, но я не представляю, кто её мог так напугать. Шерлок задумался, а девушка продолжила. С тех пор прошло два года. Моя жизнь стала ещё более одинокой. Но один парень сделал мне предложение. Отчим не возражает. Свадьба будет весной. Два дня назад отчим затеял ремонт в моей спальне. И сейчас я сплю в спальне сестры. И вот вчера ночью я услышала тот самый свист, который так волновал Джулию. Я зажгла свет и больше не спала. А утром приехала к вам. «Скажите, сударыня, мы можем осмотреть ваши комнаты так, чтобы об этом не знал отчим?» – спросил Холмс. «Да, он сегодня уехал в город, поэтому дом в нашем распоряжении». Мы договорились приехать к ней после обеда. Эллен ушла по своим делам. «Ну, мой друг, что вы об этом всём думаете?» – спросил меня Холмс. «Это грязное и тёмное дело», – ответил я. «Согласен. Надо ехать и на месте всё рассмотреть». И тут вдруг к нам в комнату вошёл какой-то здоровяк. Он был в ярости. «Кто из вас Холмс?» «Я?» – ответил Холмс. «И чё?» Оказалось, что это был отчим девушки. Он следил за ней. «Что она вам наговорила?» – спросил он. «Да так. О холодной погоде говорила. Отчима колбасила. Он еле себя сдерживал, чтобы не напасть на Шерлока». «Не вздумайте лезть не в свои дела», – пригрозил Ройлот и ушёл. До обеда Холмс зря времени не терял. Он пошёл к юристам, у которых ознакомился с завещанием матери девушки. «Дорогой друг, в год её смерти их доход был 1000 фунтов в месяц. Затем цены упали, и доход снизился до 750 фунтов. После замужества каждая из дочерей получила бы по 250 фунтов в год. В этом случае наш здоровяк стал бы намного беднее. Он не был заинтересован в замужестве падчериц. В общем, Ватсон, собирайтесь и поехали! Мы приехали к дому Эллен Стоунер. Девушка провела нас в те комнаты, которые хотел увидеть Шерлок. Тот ремонт в спальне девушки был фейком. Нигде не было ни одного работника. Даже Эллен понимала, что отчим хотела, чтобы она из своей комнаты перебралась в комнату покойной сестры. Холмс осмотрел ставни и убедился, что снаружи в комнату попасть было невозможно. Внутри спальни Джулии, где сейчас жила Эллен, с первого взгляда всё было обычным. Тогда Холмс принялся внимательно всё рассматривать. Над кроватью висел шнурок от звонка. А он новее, чем всё остальное в этой комнате. Куда он ведёт? В комнату прислуги. Тогда Холмс опустился на четвереньки и с лупой стал рассматривать пол у кровати. Затем он дёрнул за шнурок. Никакого звонка не последовало. Шнурок был фейковым. А вентиляция вела почему-то не на улицу, а в комнату отчима. Звонок не звонит. Вентиляция не вентилирует. Очень странно. Холмс пошёл в комнату отчима. На шкафу стояла маленькое блюдце с молоком. В доме кошка есть? Нет. Только гепард. Ясно. Вряд ли это для гепарда. Холмс думал. Мисс Стоунер, очень важно, чтобы вы делали всё в точности, как я скажу. Я и доктор Ватсон сегодня эту ночь проведём в вашей спальне. Так надо. Девушка и я очень удивились. Холмс продолжил. Когда отчим вернётся, уйдите в свою комнату и запритесь на ключ. Затем вы откроете окно и впустите нас. Мы останемся в спальне вашей сестры, а вы вернётесь в свою. Мы с Холмсом ушли в гостиницу, из которой можно было видеть дом девушки. Мы ждали её сигнала зажжённой лампой на окне спальни. Холмс предложил мне остаться, потому что дело было опасным. Но я решил идти с ним. Пока мы ждали сигнала, Холмс мне кое-что объяснил. Кровать привинчена к полу. А это значит, что отчиму важно, чтобы кровать стояла именно там, рядом с маленьким вентиляционным отверстием и фейковым шнурком. Я кое-что начал понимать. Готовилось изощрённое убийство. Около девяти в доме погасли все окна, а в одиннадцать Эрин подала нам знак. Мы в темноте пошли к её дому и чуть не обделались, когда вдруг неожиданно увидели Павиана. Это было жёстко. А потом я сразу подумал о гепарде. И только в спальне, куда мы попали через окно, я почувствовал себя в безопасности. Холмс наклонился ко мне и еле слышно сказал. Малейший звук, и всё пропало. Не спать. Долгое время мы сидели молча в абсолютной темноте. Я даже слышал, как гепард ходит за окном. Время тянулось очень долго. Двенадцать, час, два, три. И тут в соседней комнате зажгли фонарь. Затем послышался какой-то странный звук. Холмс зажёг спичку и начал бить тростью по шнурку звонка. А вскоре мы услышали дикий крик за стеной. Когда он стих, мы вошли в комнату отчима. Он сидел, глядя в потолок. На его лице застыло выражение страха. Вокруг головы туго обвелась какая-то необыкновенная жёлтая с коричневыми крапинками лента. «Лента. Пёстрая лента», – прошептал Холмс. «Это болотная гадюка. Самая смертоносная индийская змея». Полиция пришла к выводу, что доктор умер из-за своей неосторожности, когда в 3 часа ночи забавлялся со змеёй. А Холмс поделился со мной своими выводами. «Цыгане сбили меня со следа. Я думал, что они как-то связаны с этим делом. Мне было важно побывать на месте, чтобы всё увидеть и сделать умозаключение. Я уже вам рассказывал о своих подозрениях. Я сразу подумал о змее, зная, что доктор жил в Индии. Яд этой змеи действует мгновенно, и его нельзя обнаружить. Можно только при очень большом желании найти на теле две маленькие точки от её укуса. Молоком он её кормил, а приманивал свистом. Змею он пропускал через вентиляцию. Затем она по шнурку звонка попадала на кровать и могла укусить жертву. Несколько дней Джулии везло, но однажды змея её укусила. Всё это время отчим прятал змею в металлическом шкафу в своей комнате. Когда я ночью услышал шипение, то стал тростью бить по шнурку. Змея вернулась к своему хозяину и укусила его. Так что можно сказать, что Ройлот умер из-за меня. Но я вообще не жалею об этом. Вот такая история, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова